Привет, друзья! И снова я показываю вам отель, в котором я работаю. Вот сейчас хочу вам, знаете, что показать? Еще номера очень симпатичные, очень необычные. Это я на другом этаже, вот работаю не на своем. Вот посмотрите, какая великолепная кровать с балдахином здесь. Видите? Не знаю, как вам, а мне так вот очень нравится. Прямо что-то такое напоминает какие-то ночи. Тысяча и одна ночь. Или ночи Клеопатры, знаете. Вот, пожалуй, что только кровать вот она здесь такая колоритная, очень красивая. Потому что опять вот эта мебель сумасшедшая. Я не знаю, может быть, конечно, это стиль такой, но меня, конечно, мебель вот поражает. Но вот этот номер двухместный, очень симпатичный, друзья. Ничего особенного здесь, но вот мне нравится, хотела кровать показать. Сейчас еще один номер вам покажу. Большой двухместный. А вот такой еще двухместный номер, но он практически как и мои номера, обычный. И камина даже нет. Ну, все равно немножко по-другому я вам показываю. У меня, вы знаете, спрашивали опять друзья мои, интересуются, а что такое там, как у меня сейчас с чаевыми, почему я не рассказываю. Ну, вот я хочу вам пояснить, почему не рассказываю, потому что сейчас у нас уже заезды такие, ну, просто люди, кому нравится, приезжают уже не группами. Раньше у нас были заезды в группы, в понедельник заезжала группа, а в пятницу она выезжала. И вот когда в пятницу полностью освобождался отель, то вот как раз и крысятничали чаевые горничные из других номеров. А теперь все по-разному, понимаете, одна комната вчера, другая комната сегодня освободилась. То есть в разнобой и попробуй называется уследи, поэтому то, что я получаю чаевые, то, что я их нахожу, они уже и мои. Понимаете, да? Вот еще один простенький такой номер. По-моему, ничего особенного. Да. Ну, вот, наверное, у них стиль такой. Я смотрю, мебель-то у них, видите, опять эти жуткие кресла. Я не знаю. При том, что, ну вот, как-то, знаете, если уж в красном у них, почему кресло вдруг зеленое? Не знаю. Но зато здесь вот камин. Слушайте, а камин точно как у меня дома. Только у меня мраморный остров, а здесь деревянный. И здесь еще и картины такие шикарные, посмотрите. Вот такие номера, в общем. И знаете, здесь, конечно, номера вроде ничего, а вид, конечно, из окон не очень. Покажу вам сейчас. Вот этот номер вообще манипусечка, манипусечка такой. Очень маленький, одноместный. Ну, вы знаете, он такой компактненький. В принципе, неплохой, наверное, я не знаю. Такой вот обычный. Ну, очень маленький. Посмотрите, как плохо у него в окне. Вид, конечно, не дай бог, такие окна лучше сразу зашторивать. А у него, как ни странно, даже и занавески нет. Не знаю, стирается, может. Так, вот такой показала вам еще малюсенький. да. И вот, знаете, меня что еще удивляет? Вот видите, душ, душевая кабинка, да? И тут же, и тут же вот ковер. покрытие ковролины в туалете. это же все будет сыро. Я не знаю, надо так аккуратно здесь пользоваться. Ну, видите, чистенько вообще-то. Так, ну и вот еще один такой грандиозный. Мне нравится этот номер опять. У него огромная кингсайд кровать. Вот, видите, вот так выглядит. Но опять вид из окна. Друзья, оставляет желать лучшего. То ли дело на ту сторону номера, такие виды. Но зато кровать, посмотрите, какая шикарная. Это я им уже тут накрутила лебедей. Хотя я говорю, что я не... Последнее время я делаю просто вот такие конвертики. Потому что лебеди, честно говоря, я и сама не приветствую крутить их руками, полотенцем нутся. Но, как я сказала, вы знаете, они ловятся на это. Им нравится. Посетители, я имею ввиду. Вот, поэтому делаем иногда. Такая кровать мне здесь нравится. Видите, какая интересная. Железная. И вот, вроде бы, такая мебель белая, моя любимая. Неплохая. Вот опять эти цветы, обои с цветами. Кому-то нравится, кому-то не нравится. но мне кажется, они не лишние, потому что, видите, вот как-то все в красном таком фоне. И, по-моему, очень даже и неплохо. Так, ну и вот последний я вам показывала. Огромный номер опять тоже. Четырех местный. Неплохой, по-моему. Большая комната. Ну вот, я бы здесь, например, остановилась с удовольствием. Мне нравятся такие большие комнаты. Здесь, вот видите, камин. Красивый такой. Как-то, как-то вот так неплохо, по-моему, да, друзья? Вот. Почему-то вдруг стул такой. Вы знаете, такое впечатление, что у них когда-то была хорошая мебель. Вот видите, эта мебель совпадает с покрывалами на кровать, со шторами и стул совпадает. Он уже даже сделан так. Ну вот, как-то получается, что, наверное, они это все утратили, растратили, а нового покупать не хотят. Вот эту комнату я еще не закончила. Здесь полотенце надо еще положить. Видите? Вообще, а еще и пропылесосит. Вообще, все сделала. Вот. У меня спросили ну как вам, что вам там? Да, вот работается, нравится. Наверное, устроились для того, чтобы вам было веселее разнообразить свою жизнь. Ну, вы знаете, друзья, у меня жизнь достаточно разнообразная была и без этой работы сумасшедшей. А сейчас я вроде влезла, как говорится, потому что деньги нужны, друзья. Вот и все. Единственный вопрос. Если бы были деньги, достаточно денег, разве бы я тут корячилась? Боже, напугали меня. Потеряли меня. Я хожу вам показываю номера, там обкричались, ищут меня. Надо прекращать. Уже пока, сейчас покажу вам еще немножко и, наверное, все. Вот этот мне нравится. Пол в ванной. Такой классный, объемный, как будто, да, друзья? Классный. Ну, вот так выглядят номера. Хотя, опять, это самый верх. Видите, какие неровные тут у них потолки. Но, все равно, я считаю, что неплохо. Вот этот номер, уже, который я вам показывала, мне он нравится тем, что тут кровать красивая. Все, друзья, задавайте свои вопросы, что-то еще вам показать, нравится, не нравится. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.